Здарова, на связи Шамшурина и это видео называется трэш с бабских формов. Выбрал какие-то моменты, посмотрел женские формы, есть хорошие, интересные, есть добрые девушки, но я выбрал самое ужасное, чтобы надавить себя на больное. Возможно ты где-то там замечешь ситуации, которые происходили с тобой и так далее. Тут я буду читать и какие-то комментарии по этому поводу отпускать. Возможно, что это видео будет не последним, а именно мы откроем тем самым какую-то серию видосов. Я ему сказал, в русскую машину не сяду, даже в новую. Здесь будут подобного рода выражения, женщина должна быть счастлива, больше она никому ничего не должна. В принципе очень хорошая позиция, то есть в принципе она эгоистичная, но я считаю, что мужчины, они иногда забывают об этом. Они тоже иногда должны думать точно так же. Ну естественно, есть близкие люди, братья, сестры, родители в первую очередь, о которых надо заботиться, а все остальные как бы ну да по боку. Очень хорошая женская эгоистичная позиция. И естественно, что на форумах на этих сидят скорее всего женщины, у которых какие-то проблемы с личной жизнью, потому что нормальные девушки, не знаю, живут, ходят на работу, занимаются любовью, ходят на свидание, выходят замуж, растят детей. Ну то есть занимаются жизнью, а не вот этой херней. Девушки, как намекнуть мужчине, что мне очень охота машину. Просто он мне постоянно дарит незначительные вещи, цветочки, колечки, а деньги у него позволяют сделать большой подарок. Я знаю, но не знаю, как правильно его попросить. Это может быть видео даже для женщин надо было адресовать. Я бы посоветовал этой девушке, вместо того, чтобы заниматься этой хуйней, я бы посоветовал ей самой начать, мужчине своему, если он ей действительно дорог, а не только его ресурсы и деньги и машины, которые можно подарить, то наверное начни. Я бы ей посоветовал начать самой дарить подарки мужчине. А вообще тебе предлагаю вспомнить, когда тебе последний раз девушка дарила тебе подарки, например. Я очень буду рад, если ты скажешь, вот недавно, да, там у меня самая классная женщина на земле, я буду искренне рад за тебя, но скорее всего, большинство из вас ответит, что мне вообще никто никогда ничего не дарил. И это на самом деле не очень хорошо. То есть это показатель того, что вы женщине нужны. И вот этой девушке я бы посоветовал бы сам начать ей подарить какие-то подарки мужчине своему, какие-то мелочи, там духи что-нибудь, ремень, не знаю, что-то еще. И наверное мужчина в это время как бы захочет что-то отдавать взамен. Ну вот такая ситуация. Следующий. Я сразу сказал, пока машину мне не купят, секса не будет. Что же они все, блядь, на машинах-то, конечно. Так вот уже второй месяц езжу. И это опять же, например, напомнил мне историю одного моего знакомого. Ну то есть мужчины так или иначе покупают любовь к женщинам. Ну любовь это в кавычках секс тела. Пирожок и сисечки, как говорится. То есть любовью здесь и не пахнет. Вот. Для женщин опять же хорошая позиция. Для мужика у меня был такой клиент, мой товарищ. Он пришел ко мне, говорит, рассказал мне душесчипательную историю, которая была такая, что я с ней там познакомился. Когда я знакомился, девушка сразу сказала, ты знаешь, я считаю, мужчина должен меня обеспечивать полностью. Ну в принципе, я так тоже считаю, что это твоя любимая женщина. Но нахер это говорить мужчине признакомиться? Я считаю, это какая-то проституция. Вот. Но он на эту проституцию согласился, повелся. Это же его собственный выбор. Вот. И там была долгая история, как он ей дарил, помогал, снимал квартиры, покупал и бла-бла-бла-бла-бла-бла. В конечном итоге у него начались проблемы с работой или с бизнесом, я сейчас уже не могу сказать. И вот его фраза мне запомнилась. Она ушла, я прихожу домой, она ушла, собрала вещи свои и немного моих. Ну и куда-то исчезла. То есть вот. Если ты хочешь, чтобы с тобой происходило точно так же, наверное, то тогда ничего не меня. Если ты считаешь, что это неправильно, то тогда, наверное, это видео как раз для тебя. Может быть, где-то я тебе открою глаза на какие-то вещи. Никогда не извиняйтесь, девушка пишет, перед мужчиной. Можно просто сказать, что ты ошиблась немного, но не более. Иначе потом постоянно будете извиняться. Так. Ну это вот из серии, что если тебе действительно... Если мужчины многие так же думают, что никогда не надо извиняться. Нет, чувак, то есть если этой девушке, я бы сказал, если тебе мужчина дорог и нужен, но почему бы не извиниться. То есть если ты хочешь строить с ним отношения. Это, естественно, какая-то сучья позиция. Никогда не извиняйтесь. Самое интересное, что всегда будут мужики, которые ведутся на вот эту хрень. Причем это может быть альфа-мужчина, который там орет на своих подчиненных на работе. Он какой-нибудь чемпион там области по боксу. Но с женщинами он ведет себя так, что он позволяет им косячить и не ждет от них извинений. То есть какая-то стрёмная позиция. Никогда не извиняйся перед мужчиной. Слава богу, что все-таки не абсолютное стопроцентное большинство женщин сидит на форумах, потому что если бы вот эти форумы посещали все девушки, то нам было бы еще сложнее с ними общаться. Я никогда не рассматривала мужчин с зарплатой в 30-60 тысяч, как своих потенциальных мужчин. Блять, ну что за цинизм? Не, на самом деле я могу понять эту женщину, да, если она себя ценит, если она вкладывает в себя, ухаживает за собой. Если она... Ну вот у нее критерий какой-то. Она считает, что у нее должен быть успешный мужик и так далее. Какая-то хрень на носу у девушки. Сейчас так в Европе модно, да. Ну это же с Европой идет, вот эта хуйня. Как-то не очень. Вот, соответственно, это понятное, нормальное желание девушки, чтобы с ней рядом был какой-то определенного уровня самец, с определенного мужчина. Но, блять, ну что за с ним? Зачем так открыто об этом заявлять? Как я не представляю, то есть мужчина подходит, знакомится, она говорит, чувак, покажи мне там, сколько у тебя зарплата или что. Потому что, смотри, самое прикольное, когда женщина находит себе мужчину, который ей действительно нравится как личность, и начинает его вдохновлять неосознанно, она для этого даже ничего делать не должна. Мотивировать своей какой-то слабостью, своим отношением к нему. Ну, возможно, что он будет немножко бояться ее потерять, поэтому он будет еще что-то делать. И за счет того, что она появляется в его жизни, любой мужчина, там, зарабатывающий, там, 30-60 тысяч рублей, может через год зарабатывать, там, 300 или 600, и, там, 3 миллиона и так далее. Есть же такая теория. Я в нее верю, поэтому я считаю, что... Ну, все эти женщины, которые здесь общаются, они, скорее всего, закончат следующим образом, что когда они состарятся, то есть, они будут никому не нужны, да. И поскольку чувств каких-то нет, мужчина, который зарабатывает бабки, он найдет себе женщину, там, 23-26 лет, а вот эта вот, там, 40-летняя, пусть даже со сделанными сиськами и губами, она просто останется где-то в стороне. То есть ее век короток. Поэтому, возможно, многие из них успевают за это время себе, там, у мужиков надоить на квартиру, еще на что-то и так далее, там, подобное. Понятно, что никому не хочется, да, там, просирать свою жизнь с каким-то неудачником, с каким-то чуваком, который год-два топчется на месте, но... Ну, это не прикольно. То есть, ну, прикинь сразу на готовый. Опять же, сразу готового на всех не хватит. И гораздо интереснее, когда ты видишь, что твой мужчина, или, там, ну, если бы я был бы женщиной, мне было бы интересно, когда я смотрю, что мой мужчина благодаря моему участию в его жизни как-то начинает резко идти вверх и так далее. Следующее. Я так больше не могу, мы сейчас с ним дальше Египта, вообще никуда не ездим. А он прекрасно знает, что я очень люблю Париж. И стоит вообще его любить теперь? Сука. Наверное, нет. Я просто хочу сказать, что, ребята, вспомните, у кого вот родители всю жизнь прожили вместе, мои родители, мои мамы и папы первый раз поехали за границу благодаря тому, что я их туда повез. Я сейчас как бы, ну, не выпендриваюсь, хотя я могу этим повыпендриваться. Вопрос в том, что они там дальше, чем на теплоходе по Волге, никогда никуда не ездили. У них в этом году, дай бог им здоровья, там, по-моему, 36 будет лет совместной жизни, что-то в этом духе. То есть при этом, ну, они вырастили замечательных детей, как я считаю. Ну, то есть и все было хорошо. А сейчас мир куда-то перевернулся. Естественно, что, ну, как бы, женщины любят путешествовать, любят море и так далее. Мужчина должен, как бы, сам самостоятельно испытывать желание куда-то вывозить. Но если сейчас на данный момент есть возможность вывезти там в определенное место, ну, как бы, замотивируй его, сделай что-то, чтобы он захотел тебя вывезти в Париж. То есть не надо говорить, что стоит ли его теперь любить. А если завтра его уволят с работы, да, но и у него три месяца не будет денег, эта женщина от него просто съебется. Но, ребят, самое интересное, что процентов, наверное, 50 отношений между мужчинами и женщинами в стране складываются подобным образом. То есть вы настолько... Причем, ну, вы сейчас будете думать, что, типа, виноваты женщины, какие они сучки. То есть, ребят, ну, как говорится, кто-то там не захочет, кобель не вскочит. То есть если вы на это соглашаетесь, ради бога, то есть это ваш выбор, ребят. Следующее. Я тоже так считаю. Девушка выражает свою любовь, заботу и ласку, а мужчина должен выражать заботу материально. Ну, в этом что-то есть, конечно, да, согласен. Но опять же, слова должен, должен, вот это все, блядь, такая палка о двух концах. Не могу найти настоящего мужчину. Всем, с кем я встречаюсь, нужен был только секс. Ах, сука, а! Вот палю, а! Как жить с этим? Бля! Ну, я всегда таким девушкам говорю, слушай, а что кроме секса ты можешь мне дать или предложить? К сожалению, к большому, и исходя из моего опыта и опыта моих многочисленных клиентов, учеников многие женщины, кроме секса, в принципе, ничего предложить и не могут. Не в смысле, что они тебе что-то должны давать. Они должны давать эмоции, поддержку, любовь. С ними хочется иногда о чем-то поговорить, а не просто, чтобы она сидела, хлопала ресницами. Она может тебе приготовить вкусной еды, не знаю, она может для тебя что-то сделать, там, ты ее попросишь, там, не знаю, можешь. Ну, то есть, как бы, много чего может. Прикол в том, что, во-первых, реально с многих, особенно с тех, которые сидят на форумах, больше кроме секса ничего не получишь. А во-вторых, ну, это вот такая херня, что делаем вам, ну, только секс, нам ничего не... Бля, мужики, еще раз говорю, женщины любят секс намного больше, чем вы даже. Просто их природа создала такими, что они должны все время говорить, что нет, мне не надо, я не хочу, я недоступна, и бла-бла. Но это такой таракан, с которым они живут, который встраивается в них, поскольку они женщины, и я бы не сказал, что это прикольно. Мужикам в этом плане проще. Как-то так. Следующее. Думайте, стоит с ним встречаться, если он мне всего три розы на первом свидании не подарил. Может, он жадный. Я просто не хочу быть человеком, который мне подарок не будет дарить. Но, опять же, если все заточено только на этом, вот, опять же, вернусь к теме бабских тренингов, когда я недавно имел счастье общаться с девушкой, которая проходила вот какие-то эти тренинги, но они сознаются, какие, но там все видно. У меня настолько вот это вот циничное отношение, когда, допустим, я к ней еду, она звонит, говорит, ты купил мне цветы? Нет, тогда можешь не приезжать. Ты купил кто-то там. То есть, блядь, ну, настолько цинично. Это же все палится, читается. И еще раз, всегда будут додики, которые на эту хрень соглашаются. Соглашайтесь, живите так, вам по кайфу. Вот именно поэтому у многих мужчин, то есть, из-за таких вот телок, как вот это, складывается впечатление, что за женщину обязательно нужно как бы, ну, выкупить, заплатить за секс, за ее внимание, за ее отношения. получается, ну, тогда проще пойти заплатить шлюхи, и все будет без каких-то, без какой-то нервотрепки, без лишней какой-то фигни. У Юры такой случай был, у Сенцова, не так давно, что он поехал к девушке на свидание, она ему пишет смс, ты подарок прихватил, Юра прикололся, написал, типа, слушай, а сразу сколько, напиши, сколько будет стоить сразу, полный пакет. А она типа там, что за полный пакет? Говорит, сколько типа тебя трахом, зачем? То есть, по логике так и есть, зачем? Тут человек дарит подарки, тратит свое время, ресурсы, блядь, жонглирует, подпрыгивает, и может быть, еще ни хрена и не получится, да, вот и перебзикнет ее, она тебе не даст. Так может быть, проще сразу сказать, чувак, это стоит столько-то, блядь, можешь меня потрогать за сиськи. Куда катится мир? Следующий, он мне еще по клубам не разрешал ходить, я потом у подруги несколько дней пожилаю, нормально, теперь они даже не заикают, он даже не заикается на эту тему, блядь, какие-то херня. Он, когда сказал, что менеджером работает, я аж засмеялся, сука, от растерянности. Ну, ничего, нормально, посидели, поболтали, я ему потом просто объяснила, что мне так и так нужен состоятельный мужчина, опор и поддержка, и все такое. Он понял вроде, но не обиделся. Знаешь, что я тебе скажу, то есть самое приятное, я считаю, в этом всем вот бреде, то, что вот этот парень, если он реально с головой, с амбициями, с желанием жить, и пробивной, и настырный, и настойчивый, и упертый, и так далее, бла-бла-бла, то, скорее всего, через лет пять, ну, он реально станет, даже не менеджером, а очень крутым чуваком, каким-то бизнесменом, кем-то еще, ну, каким-то, каким-то крутым, успешным, богатым парнем, то есть это в его случае. В случае с этой телкой, то через лет пять, ну, я думаю, что прибавится морщин, поотвистнут сисечки, прибавится жирок, прибавится количество тараканов, и стрёмных убеждений, в отличие от мужчин, и так далее. то есть, к чему я говорю, ребят, даже если в вашей жизни такая девушка попалась, то есть это должно вас только смотивировать на то, что ах ты сука, да, и не ради того, чтобы ей потом показаться, а ради того, чтобы для себя, и чтобы стать реально мужчиной мечты, мужчиной призом для любой женщины. А в случае с такими тёлками, которые так относятся, ну, потому что, скорее всего, эта женщина тяжелее хуя, извините за мой французский, в руках никогда ничего не держала, но при этом вот требования к мужчинам такие. И хотя ее тоже можно понять, опять же, как стать таким мужчиной, как стать мужчиной мечты для любой женщины, как ставить перед собой амбициозные цели, как идти к ним, как поверить в них, как взять себя за яйца, прокачать самодисциплину, прокачать отсутствие жалости к себе, прокачать какие-то свои амбиции, и много чего еще, как прокачать внутреннее состояние, которое направит тебя на успех. Об этом мы будем говорить 27 мая на онлайн-тренинге, который стартует 27 мая, называется «Цель и мотивация женщины», в котором, кроме меня, будет принимать участие Антон Бритва, проект «Спарта», и Макс Красочкин, Сатори, специалист по внутренним состояниям. То есть, мы все вместе будем давать тебе какие-то рабочие механизмы, которые в кратчайшие сроки приведут тебя к тому, чтобы ты выбрался из вот этой рутины, в которой сейчас находишься, и стал мужчиной с большой буквы «М». Давай дальше. Хочет добиться качественной жизни, пусть рискует и вкладывается. Я не знаю, что я имела в виду эта девка, но я считаю, что это отличная мотивация для мужчин, то есть, не только на примере этих женщин. Мне много людей пишут, а вот, хочу выбраться из своего колхоза, переехать куда-то, хочу начать бизнес, что-то мешает. Чувак, ну, всегда будет такая хрень, что ты чего-то будешь бояться, что это мешает. Именно поэтому большинство людей живут в какой-то серой массе и какие-то отдельные личности выбираются, потому что они рискуют. Никто не гарантирует тебе, что у тебя получится, но если ты не будешь делать вообще ничего, то у тебя точно ничего не получится. Как-то так. Следующее. Я девушка, а значит, я принцесса. Охуительно. Ну, это, в принципе, правильно, да. То есть, я считаю, что мужикам надо у них получиться, потому что, ну, нормальная позиция, она вбивается с детства и мамами, там, и родителями, и обществом, и так далее. То есть, единственное, что на месте мужиков я бы почаще вспоминал, что я мужчина, у меня есть член, поэтому я хозяин своей жизни, мне можно все, я себе все разрешаю и не ебет. Я тут опять начал ругаться матом, но читая вот этот бред, я не могу не ругаться матом. Как бы, просьба Саши, Коли, не запикивайте мат в этом видео. Вот. Реально очень многие мужчины вообще забывают о том, кто они, для чего они, почему у них член там, а не пирожок, почему у них мозги есть, почему у них есть сила, почему они родились мужиками. Ребят, я почаще рекомендую вам об этом вспоминать. Следующий. В кафе пригласил нормальные люди в рестораны приглашают, а я тебя сразу лохушкой почувствовал такой, говорю ему, ты если мужиком родился, так и будь ему, покажи мне, что ты настоящий мужчина, а не размазни, а только в рестораны теперь ходим. Спасибо вам всем за советы. Ну, нормально, замотивировало парня, отлично, почему нет. Только главное, чтобы не получилось, как на спарте, у нас был один товарищ, и когда мы рассказывали о своих целях и мечтах, он все время говорил, что у меня цель, чтобы моя женщина не работала, чтобы она сидела дома, чтобы ей было хорошо. Ну, то есть, это нормальная цель. Я не считаю, что это вообще цель, в принципе. Цель мужика должна быть какая-то глобальная, сука, грандиозная, не знаю, построить транснациональную корпорацию, стать чемпионом мира чего-то и так далее, купить себе, так, не знаю, пятидесятиэтажный дом. А это как сопутствующий какой-то атрибут, который сам по себе рождается. А вот в данном случае у этого парня был на спарте. Получается, цель не его, то есть, это цель его женщины, которая решила сесть ему на шею. Какая разница, курю я или нет? Если бы он меня любил, любил бы такой, какая есть. Говорит, типа, давай с этого... Блин, а сколько времени, Тим, у меня что-то часы не едут? Крона час. Да, сейчас, значит, какая разница, кури я или нет? Если бы он меня любил, любил бы такой, какая есть. Говорит, типа, давай с этого дня без курева и алкоголя жить. Типа, все будут пить, курить, веселиться, а мы с ним, как идиоты, скучать будем сидеть. Пусть себе ботаничку ищет. Я его уже удалил отовсюду. Это вот из серии из того, что многие женщины считают, что их достоин только принц. У меня было много таких, которые говорили, ну вот у меня должен быть только принц, у меня должен быть только такой-то, такой-то. Все отлично, девчулечки, но они почему-то не думают, что вот как бы мужчина успешный по жизни, там тот самый принц, она ему нахер не нужна, потому что она курит, бухает и ругается матом. То есть такие мужчины, у них есть выбор женщины, естественно, они хотят самых лучших. У многих телок есть такая позиция, да, они не хотят ни хрена ничего делать, но хотят, чтобы вот считают, что должен быть принц. Это очень ошибочно, если их мамы так воспитали, это, конечно, не их вина. Ну надо, наверное, только посочувствовать таким девушкам. Следующее, такое дерьмо подарил неудобный нифига, это, видимо, про телефон, да, а на нем фотки стрёмные получаете. Я просил вообще-то какой-то там, типа, айфон, говорит, типа, извини, денег не хватило, а на себя, бля, у него, блядь, у него всегда денег хватает. Так, мой мне постоянно денег дает, даже просить не надо. Так, я в шоке, ко мне сегодня подвалил парень, оказалось, что он плотник. Как может такой подходить к девушке, супер, блядь? Это жесть, конечно, своего плотника, что там, как бы, меньше паров по жизни, он сегодня плотник, завтра он, не знаю, так. Что-то вот эти тёлки, они слишком громко смеются, но, если бы они ещё знали, о чём мы здесь говорим. Значит, плотник может, опять же, из серии через год, через пять стать каким-то, не знаю, руководителем деревообрабатывающей фирмы. Она может просто стать жирнее и не более того. В Европе ни одна уважающая себя девушка не согласна насажиться до тех пор, пока на её счёт мужчина не положит 10 тысяч долларов. Блядь, а она была вообще в Европе, интересно, эта женщина, которая это пишет? Там, наоборот, такой прикол, что, как бы, ну, очень сильно эмансипированные страны, что женщины, в принципе, там, ну, как бы, сами за себя платят и так далее. То есть, не дай бог, там, она сочтёт это с каким-то сексуальным домогательством. Что за бред? Ну, если она считает, что в Европе так, пусть переезжает в Европу. Ну, как-то так. Здесь ещё много у меня всякой фигни написано. Смотри, значит, вот, если у тебя были какие-то похожие моменты в жизни или похожие ситуации, я тебе предлагаю задуматься вообще. Ты не считаешь, что это ненормально? Мир куда-то перевернулся нахер. То есть, всё настолько коммерциализировалось, стало циничным, что вот, если у тебя, типа, нет денег, в стиле no money, no honey, значит, типа, хрен тебе, они женщины, хрен тебе, они удовольствия. Ещё раз, в принципе, нужно стремиться, естественно, куда-то дальше, выше, больше и так далее. Это нормально, это понятно. И женщины являются самым лучшим мотиватором для этого. Именно поэтому я и говорю про личностный рост через общение с женщинами, то есть, через начало общения с женщинами, потому что, когда ты хочешь лучших женщин или лучшую женщину, хочешь, не хочешь, придётся оторвать свою жопу и начать развиваться. Но не надо воспринимать её настолько утрированно, что если у тебя, там, сейчас какая-то ситуация, что ты просто студент или, там, работаешь где-то пока вот так вот, и у тебя нет своего бизнеса, это значит, что ты будешь сидеть и никому не подходить, и жизнь будет проходить мимо. Для многих это очень удобный метод обмануть себя, оправдать своё бездействие. Всё на самом деле не так. Ну, как-то так, ребят. И ещё раз, значит, новость следующая. 27 мая состоится тренинг, который называется «Цели, мотивация женщины». Я давно собирался, помимо темы пикапов, рассказать вам что-то, что я за эти годы прошёл, изучил, понял, принял, проработал на себе в плане какого-то личностного роста, целей, мотивации, окружения, дисциплины и прочего, прочего, прочего. И, соответственно, 27 мая для этого мы с вами будем участвовать в тренинге, который называется «Цель, мотивация женщины», который будет вести Антон Бритва, один из самых жёстких тренеров по личностному росту, как я считаю. Я недавно прошёл у него тренинг, очень доволен. Он будет вам рассказывать про мотивацию, про самодисциплину и так далее. Будет Макс Красочкин, который будет также рассказывать о внутренней честности и каких-то состояниях, то есть о том, как себя привести в то состояние, которое будет двигать тебя к успеху. И, естественно, буду я. Будет затронута тема пикапа, соблазнения, знакомства, но уже более глубоко с точки зрения плюс к развитию. И из шести занятий, которые будут проходить через два дня на третье по два часа, три занятия будут посвящены полностью проработке мужчины как такового, то есть полностью росту мужчины. Поэтому увидимся 27 мая на тренинге «Цели, мотивации женщины». Все подробности и запись по ссылке, которую ты видишь под видео. Стоимость участия 7 тысяч рублей, количество мест ограничено. Пока!